Всем привет! Вы на канале Тим Хортенс. Новое видео у нас, конечно, будет уже не про забор, потому что заборное искусство мы уже освоили. Пора переходить к новым горизонтам. Но так как денег на новые горизонты не безлимитное количество, то мы перенесемся к тематике автомобильной. Вчера Наташа уже в полной мере прошла курс молодого бойца. До сих пор недовольна, но это пройдет. И как видите, небольшой спойлер, машина выглядит как новая. Но это результат довольно длительного труда. Вот такая вот у нас ситуация здесь. И вот виновники торжества. Полировочные пасты. Да, спасибо Игорь и за пасту, и за машинку. Мы решили сначала не втягиваться в полную сумму, а попробовать свои силы. Грубо говоря, вот эту половину машины уже вчера отполировали. Ну а сегодня сделаем часть уже с вами. Хочу даже попробовать немножко полирнуть фару. Сегодня отполируем крышу. И вот Наташа уже готовит капот. Сейчас будем уже у него врываться. Так, ну что, мы продолжим искусство. Здесь у нас часть пленки, поэтому мы немножко будем заходить. Предварительно, конечно, все помыли. Постарались максимально восковыми тряпочками убрать все мелкие камушки, которые могли быть, следы смолы. Потому что смола тоже не хорошо влияет на полировку. То есть, ну максимально все, что было возможно, все постарались убрать. Если где-то что-то осталось, то бог с ним. Потому что процедура эта ведется у нас с одной целью. И эта цель – предпродажная подготовка машины. Ну и, соответственно, тренировка. Потому что лучше тренироваться на будущей чужой машине. Поэтому в данном случае с нее и начнем. Цвет, в принципе, приемлемый для того, чтобы полировать, не черный. Поэтому в самый раз. Итак, конкретных видео, как делать полировку в интернете, огромное количество. Никого поучать не буду и советы принимать тоже не буду. Потому что советы, как правило, раздают люди довольно некомпетентные. Потому что компетентные люди ценят свою информацию, да? Ценят свои навыки. Итак, делаем три капельки небольшие и аккуратненько вот так вот разносим пасту. По полируемому элементу. Это моя методика. Не знаю, как там у вас делается в профессиональных кругах. Но в наших кругах это делается вот так. Пасты много не берем по двум причинам. Во-первых, она не наша, поэтому экономим. Во-вторых, потому что много пасты тоже нехорошо. Включаем машинку на небольшие обороты и начинаем медленную полировку. Ну а дальше вы знаете. Таймлапс. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, начал накидывать пасту, а потом вспомнил, что нужно снять ручку Хорошо, что мы имеем дело с Hyundai Hyundai дает нам отличную возможность для снятия ручки Все, что нам нужно, поддеть вот эту вот Блин, я взял не ту палочку, ну ладно Машина на продажу, так что Так что подденем Ложим на пол, чтобы не потерялось И вот здесь есть такой вот болтик Его невозможно будет выкруть И даже если вы будете стараться, он все равно будет откидываться Точнее оставаться на месте Дальше вытаскиваем замок Главное не забыть в каком положении Ну не забудем И дальше вот эту вот ручку водительскую Нужно просто на себя Раз И вытаскиваем Есть один маленький нюансик У нас безключевой доступ Поэтому ручку просто будем вот так вот снимать Для того, чтобы заполировать места, в которых ногтями вот эти царапины происходят Пока что я просто сюда прислоняю И размазываю дверь Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, сколько прошло часов по ощущению Где-то шесть По факту где-то, наверное, часик Может полтора Но мы тем временем стоим возле уже почти до полированной машины Почему почти? Потому что мы сделали только первую и вторую пасту Тройку не наносили Пока что Посмотрим Я потому что устал Уже не знаю даже сколько времени Сейчас покажу вам машину бегло То есть вот так вот выглядит зайчика Не идеал, конечно Но для первого раза я оцениваю как Довольно неплохо Я даже фонарь выключил Но вы здесь можете видеть Качество полировки Эту сторону полировал я Ту сторону полировала Наташа Наташа даже лучше получается Но, скажем так Работа эта нелегкая Остались, естественно, вот такие вот элементы Вот такие вот Их не заполировать Их, скорее всего, нужно будет Либо закрашивать, либо ставить так, как есть Скорее всего, второй вариант Даже сделали немножко крышу Так вот Неплохо Честно говоря, работа вообще нифига не легкая Если бы кто-то попросил за нее 150 долларов Возможно, я бы заплатил Но это я говорю сейчас Так Потому что просто На словах Деньги тратить легко А когда дело доходит до дел Я покупаю машинку Покупаю пасты И начинаю В данном случае я ничего не покупал Меня угостили и машинкой, и пастой Часто повеселиться И говорю спасибо за это Вот я деликатно машинку полирнул Но ошибки, которые я допустил Недостаточно много тряпок было Для того, чтобы иметь возможность стирать пасту Тряпки быстро изнашиваются Их нужно менять, чтобы Не разносить царапины Не разносить грязь Микрокамешки, микро щебень Он будет все царапать по новой Поэтому нужно Тряпку Словременно менять Второй момент Полировка пленки Эта затея тупая Максимально Потому что Любые микротрещины Микро Выемки, которые есть в пленке Под нее Забивается паста И эта паста Становится еще виднее В итоге Результат полировки Получается на пленке Резко негативный Но так как это Велостер У него почти вся передняя часть Заклеена пленкой И она выглядит Максимально отвратно Потому что Ну уже пожил жизнь Этот Велостер Ну скажем так В рамках тренировки Я оцениваю Эксперимент Как удачный По факту Мне сейчас Он обошелся Только в Диски Которые я приобрел За 50 долларов Там пару салфеточек Но к сожалению Салфеточек было Недостаточно И вот это была ошибка Которая привела к тому Что Салфетка вот такая уже Такой нельзя пользоваться Ну буквально нельзя Потому что Ну эффект Который достигается Полировки Он сразу сходит на нет Что не является Целью Целью чтобы Сводилось все На да Ну ничего страшного Ничего страшного Как для первого раза Все хорошо Но я теперь боюсь Боюсь я Вот этого парня Вот этого вот Монструозного Я не знаю сколько в нем тут 5,5 или 6 метров Вот это вот все Которое я планировал полировать Чтобы продать машину К деньгам Чтобы продать машину Подороже Не знаю Не знаю Я сейчас Нахожусь в раздумьях Во-первых Продавать или нет Во-вторых Полировать или нет В-третьих Что делать Куда бежать Но машина Наташина Выглядит Вот посмотрите Как Наташа полирнула Это она уже вчера Полирнула Сегодня уже даже покаталась Ну блин Прям лоск Без шуток Прям выглядит очень хорошо Наташа молодец А тут уже я Принялся за работу Навалил куч Вот видите Вот эти белые точки Это пленка В которой Были микротрещины Микросколы И в нее просто Забиваются паста И вот эти белые Пятнышки Они были еще хуже Честно Это сейчас выглядит Намного лучше бампер Но к сожалению Вот эти вот места Вот эта вот паста Ее уже извлечь Не получится Поэтому вполне возможно Вполне возможно Что в рамках Предпродажной подготовки Мы вот эту пленочку Снимем Но это не точно Нагадывать не будем Следующий этап у нас Будет полировочка хрома Полировочка хрома Вот И возможно Я еще переполирую крышу Пройду просто еще раз Единичкой Потому что крыша Как видите Имеет вот такую вот Неприятность И хотелось бы Хотя бы остаток крыши Довести Ну вот как видите Здесь Даст жить Даст дышать Нет не даст Поверьте на слово Крыша Теперь Небо и земля Можно сказать Зеркало По сравнению с тем Что было Ручки мы повесили на место Все закрывается Все хорошо Вот такая история Сегодня мы закончим Ставим все на зарядку Все батареи Все элементы Закрываем пасту Чтобы ничего не сохло И Ждем Очередного вдохновения Чтобы продолжить Наш Движ В этом направлении Но буду держать вас в курсе Я понимаю что Забор 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 Да Да Вот такая жизнь в Канаде Я понимаю что хочется Какого-то экшена Но это экшен Потому что Каждый день Какие-то новые цели Каждый день Какие-то новые приколы Которые меня С одной стороны С одной стороны Мотивируют С другой стороны Забавляют иногда С другой стороны Забавляют иногда Вот Поэтому Захотелось В этот раз Так сказать Окунуться в полировку Почему? Потому что Обход дешевый Попробовать свои силы Стоило Я попробовал Мне не понравилось Ну реально Довольно хлопотная Затратная задача Я в этот момент Должен был делать Лёше Футболки и кепки Которые я обещаю Сделать вторую неделю Но Видишь Лёха Вместо этого Пришлось полировать Наташу на машину Извини Извини А до этого Делал заказы А до этого Ещё какая-то чепуха Ну в общем Что сказать Дальше у нас По планам Будет Естественно Бэйс Мы сейчас Закончим Дело с машинами Наташину машину Нужно продать И дело не в том Что с ней Что-то не так Машина реально Хорошая Она Ну блин Реально Мне лично нравится У меня был В моей жизни Опыт вождения Пежо 207 Двухдверного И Наташу В принципе Нравится такая машина Ну просто Прикольная машина Прикольная Она стильная Хорошая музыка Там Ну всё Классно За исключением того Что в Канаде В году 13 месяцев Зима Снег Слякоть И она Немножко Низкая Немножко Низкая Для того Чтобы Например В рамках Поездки в Калгари Куда-нибудь На занятия На какие-то Тренировки Можно было бы Себе позволить Заехать на бордюр Или заехать Куда-нибудь Сугроб Опасно В плане Того Что можно Застрять Поэтому Машину Мы точно Будем продавать У нас там Ну буквально Я себе Выделяю Полторы Может быть Две недели На то Чтобы Машину Полностью Подготовить Выставить На продажу И Возможно Мы сразу Купим что-то А это уже Будем продавать Как есть Ну в том плане Что Не будем Дожидаться Пока она продастся Но это посмотрим Будем смотреть Что-то Либо Полноприводно Либо Какой-нибудь Ну Не кроссовер Скажем так Да Но Какой-нибудь Вариант С подвеской Повыше Просто В целях Безопасности Вот Ну Посмотрим Слишком много Планов Которые Ну времени Вообще Реально Не хватает Чудо Что Выдается Время Иногда И мотивация Раз в неделю Собрать видео Там Смонтировать И спасибо всем Кто ставит лайки Спасибо всем Кто пишет комментарии Это мотивирует В определенной мере Продолжать деятельность Потому что По факту Мы В большей степени Это делаем Все для себя Естественно Ни о какой коммерческой Выгоде с этой историей Речи Не может Если кто-то Хочет Это Оспорить Мы готов Готов Даже на 500 или 1000 долларов Забиться Чтобы Так сказать Ваши ожидания По поводу Заработка С ютуба Разбить Скажем так Любой Любой Заработок Сторонний Доставка Убер Либо еще что-то Полностью Перекрывает Кратно Доход С убера Ой С убера Господи С ютуба За прошлый год Мне заплатили 100 долларов При учете Затраченных Сотен часов Сотен часов На съемки Монтаж Идеи И бла-бла-бла И бла-бла-бла Это того не стоит В плане финансовом Поэтому мотивация В виде ваших лайков Всегда приветствуется Но кому лень поставить лайк Что вы тут делаете Здесь канал Про мотивацию К жизни Наслаждению К в определенном смысле Гедонизму Попыток найти себя В разных сферах Ну я не знаю Тут на канале было От А до Я Всего Кроме инвестиций Потому что мне нельзя Про инвестиции Рассказывать Он на ютубе Пока что Поэтому Итог даже Про инвестиции Был один видос Но это инвестиции Которые Моя рекомендация Про счет Который нельзя Игнорировать Это государственный счет Не банковский Поэтому Можно смело Про него рассказать Но Делаем это для себя Чтобы Как я уже говорил На старости лет Пересматривать И наслаждаться Своим опытом Это мой второй канал Между прочим Это мой второй канал Второе предшествие Так сказать В ютуб И первое предшествие Было немножко Более успешным Понятно что Раньше конкуренция Была немножко Поменьше И контент Был немножко Поярче В плане Остроты сюжета Но Тем не менее Сейчас стараемся Для себя Но ваша поддержка Всегда приветствуется Ну в промежутке Между работой Мы естественно Залетаем не куда-нибудь А на свалочку машин Нужно будет сейчас Найти пару деталей И Заменить их Я надеюсь Что они тут есть Мне сказали Сейчас будем смотреть Ну все В этот раз стоило 2 доллара В прошлом году Стоило доллар Ну я правда На другом хакенпуле был Может быть Другие тарифы А может быть Инфляция Сразу погружаемся В такую роскошь Люди несут бампера Ключи Грязь Колонки Ну все как мы любим Копание в говнах Кому интересно Можешь посмотреть видео С прошлого года Где я просто делал обзор А сейчас Погружаемся по новой Вот мы добрались уже До каравановых мест В чем прикол Будем начинать Мардерить жестко Мне нужна для начала Вот такая вот резиночка Полторы секунды И резиночка уже в кармане Я не знаю Сколько она будет стоить Надеюсь Ровно ноль Больше мне в принципе С этой машины Ничего не нужно Я ищу вот эти вот еще Козырьки Но мне нужны другие Пошли искать дальше Очередной караванчик Наших лет Но к сожалению Козыречки Неплохие Неплохие Но не то что мне нужно Но не то Едем дальше Далеко ходить не надо Ооо Вот эти вот штучки Мне нужны Вот это хорошая комплектация Это крю Это очень хорошо А ну-ка Какие козырьки у тебя Зайчик Блин Козыречки плохие Ладно Мы не будем сдаваться Потому что вон еще один стоит Красненький И вон еще за ним беленький Но там видно комплектация Дерьма Ладно Сейчас поговоримся в этом Удача Вот что я искал Я искал козырек С пультом отправления Чтобы можно было Открывать и программировать Ворота гаража Снимаем Так Козыречки снял Они в хорошем состоянии С подсветочкой С пультом Но естественно Мне эту проводочку Нужно будет подключить Поэтому мы сейчас Вот это все Варварским методом Вырываем То есть у нас Вот здесь вот такая Пластиковая беда Которая нас держит Но мы сейчас ее победим Оп Есть И дальше нам нужно Прям всю косу Всю косу Найти куда она идет И отключить Для этих целей С потолком Не церемонимся Ой Так А куда же ты идешь зайка Куда же ты идешь Потому что есть вероятность Что все очень плохо Ладно Смотрим Короче Вот эта вся коса Которая Крепится Да Лампочки Которая крепит Питание Ламп Оно все здесь К сожалению Блин спаянное Переплетено И коса уходит Чертик куда И уходит в основную Косу питания Не разбираться Не думать на этот счет Желания нет Поэтому мы просто Обновим Лампочки работать Не будут Будет работать Только Чистота и порядок Все остальное Нам уже К сожалению Не по Ну как бы По карману Но нет желания С этим возиться Прям нет желания О Сюда Сюда Блин Грязно Не-не-не Такое себе Оставьте Мы себе найдем Что-то почище Так Главное Шурик не забыть У меня Левая дверь Ударенная Но такой Хромированный элемент И он на конце У меня здесь Пошкрябан Я хочу Снять вот эту часть Взял хомутик И просто вот так Хомутиком Двумя руками Веду И срезаю Двусторонний скотч Спустя буквально Пару минут Хромированный элемент Выглядит прям Ну очень хорошо Выглядит В хорошем состоянии Здесь есть Пазы То есть здесь есть Скажем так Хорошая возможность Потренироваться На чужих машинах То есть если вы не понимаете Как снять какой-то элемент машины Ну приезжайте сюда Тренируйтесь Никто здесь не осудит За это Я хотел бы снять Вот эту консоль И поменять Но во-первых Во-первых Я уже что-то понимаю Что у меня рук не хватит А во-вторых С другой стороны Хочу посмотреть Просто где крепление Поэтому сейчас мы Варварски разберем И посмотрим Так Жадность начинает Брать верх Сейчас я вам Кое-что покажу Я уже Наполовину Снял вот эту торпеду И вот здесь Вот уже все поснимал Раскорочил Вот эту всю часть А если мне сейчас Это удастся сделать Я ее заберу Да Вот всю вот эту консоль Я заберу И поменяю Я думаю Потому что у меня здесь Были потеки клея Вот этот вот дерево Оно у меня Точно такое же То есть мне не надо будет Переставлять эти элементы Мне это прям Импонирует В определенном Сенсе Сенсе Возможно Даже заберу Зеркало Оно прям Такое хорошее Возможно Без проводки Потому что Как я уже сказал ранее Я даже понятия не имею Куда эта проводка идет И что там К ней подключать Вот Поэтому Скорее всего Заберу без проводки Просто Потому что Хорошее Такое Основательное зеркало Работать не будет Но Будет иметь Красивый вид Ладно Продолжаем Снимать вот эту часть Я уже забрался В машину Это небезопасно Поэтому Если вы Самостоятельно Сюда идете Будьте Добры Набраться Определенного Скажем так Чувства безопасности Чувства Самосохранения Не стоит Геройствовать За лишние 5 долларов Нужно Адекватно Оценивать Можно ли в машину Залезть или нет Если нет То нахер она вам нужна Ну здесь я оценил Что можно залезть Поэтому сейчас Я отсоединяю Вот эти все косы И буду снимать торпеду Блин Спустя 40 минут Мы имеем Вот такую картину Я все Открутил Все что можно Было Поразбирал Абсолютно все Но Судя по всему Там что-то приклеено То есть Там по идее Должна быть Подушка безопасности И вот там Вот белая Такая чепуха Вот она Не дает Отклеиться торпеде Я уже И поддевал И короче Что так и не делал Я не знаю Как открутить Хер стоит торпедой Честно Я что-то Ну Не оценил Я попытался Снять Но не получилось Короче Я вот все Снял То есть Она полностью Вся снимается Торпеда Вся двигается Открутил Все болты Абсолютно Потерял Одну биту И ухожу С поражением Хотя Может еще Сейчас на ютубчике Посмотрю Фух Я весь Грязный Как абсолютная Свинья Максимально Цели Мы Поставлены Не добились Потому что Была цель Снять все С косами Чтобы электрику Подключить Чтобы все Работало Но увы Судьба Внесла Свои коррективы Поэтому Мы просто Сняли Правый И Левый Водительский Козырек Потому что У меня Этот пластик Оторвался Ну что Просто имело Приглядный вид И помимо прочего Я снял Вот этот Молдинг Все Торпеду Снять не смог Сдался Думаю Как бы Хрен с ней Казалось бы За это Должен был Заплатить 10 долларов Но С меня Зачаржили 43 Что Как по мне A little bit До хрена Окей Ладно Потратили 43 доллара Вот на это Ну Просто Уже Было Обидно Отдавать Назад Время Потрачено Все Потрачено Думаю Ладно Бог с ним Что Мы Последний раз В жизни Деньги на чепуху На всякую Тратим Я думаю Нет В связи С этим Мы Просто Сейчас Выставляем Маршрут Домой И Продолжаем Зарабатывать Деньги Потому что Выехал Покататься В Uber Сегодня Но По факту Только Речь Для того Чтобы Немножко Развеяться Заработал 70 Чем-то Долларов За Три Поездки И Вот Добрался До Барлоу Трейл Здесь На Пик-н-пул Как и Планировал Ну Чисто Пощупать Поковыряться Иногда Хочется Вот В говне В этом Во всем Вот Я Как бы Добился Своего Молодец Наверное Конечно Обидно Что Я Рассчитывал Долларов Двадцать Потратить Но С меня Зачаржили Сорок Три В целом Это Не значит Что я Потратил Сорок Три Это Значит Что я Переплатил Двадцать Три Эмоциональных Воображаемых Доллара Которые Я Не Хотел Трать Все Остальное Тоже Лириком Я Сейчас Поеду Домой Выполню Так Ну что Привет Продолжаем Нашу Эпопею С полировкой Машин И решил Вам На ночь Глядя В теплую Августовскую Ночь В которую Пришлось Даже Растопить Немножечко Стол Чтобы Было Не так Холодно Снимать На улице Сделаем С вами Небольшую Распаковку Разминку Начнем Естественно С того Без Чего Не обойдется Ни одна Полировка Это Паста Паста Купил Тремовски Потому Ничего Лучше Тремовских Паст Нет Судя По Отзывам На Ютубе Это Единичка А Вот Это У нас Троечка Вы Спросите Где Двоечка Она В Дороге Поэтому К сожалению Приступить К полировке Мы Не можем Нам Необходимо Дождаться Когда У нас Через Два Дня Приедет Двоечка Тогда Только Приступим Я Также Купил Тремовские Щетки То Губки Единичку Двоечку Троечку И Четвертая Полировочная Такая Шерстяная Ну в общем Ими уже Воспользовался Поэтому Они уже Немножко Бушные Но Как правило Говорят Что на Несколько Машин Хватает Они стоят 50 долларов За комплект Что в принципе Терпимо За такую За такую Историю Но Варварским Абсолютным образом Как обычно Все это Распаковываем Потому что Ножик Слишком Лениво Идти Брать Комплект Губок Ну даже Визуально Видно Что они Такие Самые Самые Обычные Самые 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 Самое Плохое Что я Сейчас Уже Вижу Диаметр Мои Тремовские Губки Кажется Меньше Диаметром То есть У нас Будет Все Похуже Комплект Перчаток Пусть Будет Чехол Пусть Будет О Еще Одна Еще Одна Это Губочка Для того Чтобы Грубо говоря Микрофибровая Насадка Чтобы Стирать Пасту Излишки Я так Подозреваю Да Либо Растирать Ее В этом Отношении Не Уверен В Комплекте Идет Блок Зарядки На Одну Батарею Сама По себе Батарея На 3 Ампера Интересно Конечно Интересно Конечно Ну Допустим Ладно Батарейка Выглядит Неплохо Но Главное Преимущество В этой Батарейке Что Их Две Их Две Одинаковые Батарейки Что Является Плюсом В том Плане Что Можно Будет Машинку Использовать И Ничего Ничего Страшного Ничего Страшного Удобная Ручка Здесь Чтобы Можно Было Браться Держать Давайте Подкинем Какой Нибудь Батарей И Сделаем Тестовый Запуск О да Я не знаю Будет Вам Видно Или Нет Но Вот Эта Головка Она Орбитальная Что Является Ну Просто Реально Классным Вариантом Потому Что Машинка Которая Я Полировал Она Была Не Орбитальная То Она Просто Роторная Была Ротори И Как мне кажется Было бы неплохо Иметь орбитальную машинку Потому Что Просто За Один Провод Машинкой Орбитальная Будет делать Больше работы На тех же оборотах То есть Паста не будет Перегреваться Зона будет Захватываться Больше И Меньший риск Повредить ЛКП ЛКП Лакокрасочное Покрытие Потому Что Даже Если Вы где-то Напорите А новички Как правило Это делают Типа меня Будет Все-таки Так А знаете Что я подумал Только что А регулировка Оборотов Где А регулировка Оборотов Где А я не вижу Регулировку Оборотов Это Что за Прикол Так Ладно Обратимся К инструкции Так Ну все Я разобрался Тут В потемках Конечно Будет Не видно Но Эта кнопка Во время Работы Машинки Будет Регулировать Скорость Три Скорости То есть Маленькая Средняя И высокая Называть Называть Потому Что Хочется Уже На следующее Видео Такая Вот История Машины Продаются Обе Мы Стараемся Никому Из знакомых Машины Не рекомендовать Напрямую Чтобы не краснить Потом Продаем Так Но Если кому-то Хочется Кому-то Интересно Можете Написать Что-то Может быть И уверить Поэтому Еще раз Спасибо За лайк Спасибо За комментарии Спасибо За просмотр Всем пока Субтитры